Ни для кого не секрет, что мы сейчас прошли школу пионерского служения, но и наверняка вы тоже встречаетесь с возражениями на своих участках. Итак, давайте посмотрим, как с подобными возражениями справляются в Одессе. Не знаю, как у вас в Германии, а у нас проповедовать легко и просто. А что вы говорите? Вам трудно справляться с отказами? У нас все просто. Мы говорим, вы можете отказаться, но любой ваш отказ может быть использован против вас. А кто-то говорит, меня это не интересует. Ха, попробуй сказать моей маме, что тебя не интересует. Ее не интересует, что тебя не интересует. Люди тратили время, силы, средства, принесли красивую брошюру, а мы боремся еще за звание в городе высокой культуры отношений. Мне продолжать или вы почитаете? А кто-то говорит, а мне это не надо. А мне это надо? Что, вы так хорошо живете? Не смешите меня, я уже все видел через ваше плечо. Как говорит моя мама, не спеши отказываться, вдруг это выгоднее твоего не хочу. Что так, и каждый день предлагают вечно жить. А кто-то говорит, я занят, а я по-вашему свободен. Чем больше вы говорите, что я свободен, тем больше я здесь с вами занят. Вы знаете, сколько вас таких еще у меня. Вот теперь сидите и плюте шлотку от семечек, потому что брошюру я вам не дам. И не надо, это вы часто говорите. Когда поймете, что потеряли, вы сами мне позвоните. Поэтому вот мой номер. Но чтобы вы не тратили свои деньги, я приду в среду. Ну вот, 30 минут как один миг, а вы говорите занят. А кто-то говорит, я не люблю свидетелей. По правде говоря, вы мне тоже не очень. А если я вам дам 500 евро, то стану симпатичней? А если скажу, что вы можете жить вечно, я заберу 500. Я знаю, что красавчик. Мне кажется, что мы уже с вами подружились. Давайте, вы берете брошюру, плюс бесплатный пакет изучений, и мы договорились. И еще, смеяться над одесскими методами можно долго. А от применения пока вы сдержитесь.